Как налажена работа экстренных служб в Северодвинске и регионе в целом? Этим заинтересовались на федеральном уровне. Сегодня в городе находится замминистра МЧС России по гражданской обороне Александр Чуприян. Александр Чуприян смотрит, как работает единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска. Здесь реализуется программа «Безопасный город». Сюда поступает информация с камер наблюдения, датчиков радиационного фона, информация от всех экстренных служб города. Проект пока в пилотной стадии. Полностью его реализуют к 2018 году. Но уже сейчас замминистра увидел его слабые стороны. Сводка о количестве людей и техники представлена формальным отчетом. Сколько человек реально находятся на дежурстве в данный момент, сказать невозможно. Кто-то в отпуске, кто-то болен, кто-то в командировке. А у вас взята штатка. И вы от штатки отталкиваетесь и хотите выдать штатку за реальные силы средств. А это нет. Начальник единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска в этом не видит ничего странного. Информацию предоставляют сами службы города. Пожарные, полиция, скорая и другие. Достоверность сведений на их совести. Например, в полиции, это же как предварительно идет разговор, что, например, полиция выделяет от них, у них есть определенный штат. То есть они могут выставить на сегодня, ну, это каждый день, только два автомобиля, например, это, к примеру, там, шесть человек, больше у них по штату нет. Замминистр встретился и с мэром Северодвинска. Обсуждали реализацию программы «Безопасный город» на уровне муниципального образования. В прошлом году из местного бюджета выделили более двух миллионов рублей. Приобретены и установлены 20 видеокамер, оборудованы рабочие места. После встречи с Михаилом Гмыриным Александр Чуприян обсудил реализацию программы «Безопасный город» уже на областном уровне. Поэтому мы бы хотели, чтобы комплексно вот так вот рассматривался этот проект и решался. У нас есть полное понимание, куда мы движемся. Вектор явно выражен, и вот сейчас Игорь Николаевич просто еще раз подтвердил, чему мы чрезвычайно рады. Кроме Северодвинска, «Безопасный город» реализуется в Архангельске, Котласе и Приморском районе. Учитывали численность населения, возможность техногенных и природных катастроф. Мы все это делаем в рамках проекта развития арктической территории Российской Федерации. «Безопасный город» Арктика, все это подтверждает государственную политику, очень аккуратную, очень внимательную подходу к этой зоне. Такие проверки помогают выявить слабые стороны служб экстренной помощи. Все недочеты проанализируют, чтобы в итоге «Безопасный город» заработал. В ближайших планах внедрение единого телефона экстренных служб 112. Артур Ромих, Родион Саханько, «Вестник», Северодвинска.